Свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты, которые борются с дефектами речи. Светлана Кречетова расскажет о том, почему выбрала профессию логопеда и насколько эта проблема стала актуальной за последние годы. А Альбина Ламкова расскажет, когда и в каком возрасте надо обращаться за помощью. Вот вам и доктор. Ну-с. У кого? Фиферты буфут. Что? Фиферты ечи. Я логопед. Но вы же половину букв не выговаривали. Ну и что? Их же 32. Их же 32. Вот у нас один мужик. Он выговаривает только три. И все прекрасно понимает. Но специалист вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других. Конечно же, сложно понять человека, когда есть дефекты речи. В представленном отрывке из доброго, искреннего и семейного фильма Ролана Быкова по семейным обстоятельствам сцена с логопедом показана с юмором. На самом же деле профессионалу необходимо и самому уметь то, чем он собирается учить других. Светлана Кречетова в этом направлении работает не первый десяток лет. Но любовь к назиданию, желанию исправить речь у нее появилась в раннем детстве. Еще в детском саду я исправляла всех детей. Слышала неправильные звуки. Мне хотелось, чтобы все говорили красиво, так правильно, как выговаривала эти звуки я. И в конце концов я стала логопедом. Это очень увлекательный процесс. Ставить звуки, видеть, как дети радуются, когда у них эти звуки получаются. Как радуются их родители. Реализация в профессии логопеда у Светланы Владимировны началась после окончания двух вузов. Вначале она получила образование учитель начальных классов. Затем была учеба на историческом факультете. И есть опыт преподавания. Поел вкусное варенье. И захотел пирожков, а теста нет. Надо печь. Вместим тесто. Показывают язык. Скалят зубы и все время улыбаются. Это не кривляние, а артикуляционная гимнастика на уроке. Светлана Кречетова работает в детском саду «Золушка-Черкеска». Также оказывает помощь в устранении и предотвращении различных нарушений речи в консультативном центре образования 11. К сожалению, речевые дефекты у детей появляются все чаще, говорит она. Современные родители намного молчаливее, поскольку доля общения приходится на виртуальное пространство. Это одна из причин. Статистикой, конечно, я не занималась, но, как помнится, при обучении просматривали мы цифры. И если брать 70-е и 80-е годы прошлого столетия, то это была четвертая часть всего населения. Сейчас превышает более 50% количество детей с дефектами речи. Желательно до 8 лет нужно исправить все речевые нарушения, наблюдающиеся у ребенка. Иначе в школе эти проблемы перерастут в плохие оценки по русскому языку. Устранить на 100% дефекты речи удается, если родители готовы работать. Очень люблю фразу, что каждая мама в душе логопед. Если мы научим родителей играть со своими детьми, то их речь будет становиться правильной, красивой и многообразной. Поэтому при любых обстоятельствах необходимо оставаться родителями и в полной мере исполнять свои обязанности в воспитании детей. Не обделять их живым общением и уж тем более любовью, поделилась Светлана Владимировна, говоря о развитии речи без дефектов. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карчаева, Черкесия.